Добрый день! Меня зовут Светлана. Я хочу поздравить свою свекровь с наступающим праздником, Всемирным Днем Пожилых Людей. Дорогая Людмила Николаевна, мы желаем вам крепкого здоровья, оптимизма, радости в жизни. Мы вас очень крепко, сильно любим, ценим, обнимаем и целуем. Спасибо! С 90-х годов по инициативе Генеральной Ассамблеи ООН во всем мире 1 октября празднуется как День Пожилых Людей. Сегодня мы узнаем, как праздник отметит Сыктывкар, и об этом нам расскажет директор Центра Сонтзащиты города Сыктывкар Марина Южина. Марина Владимировна, здравствуйте! Проходите, пожалуйста! Здравствуйте! Присаживайтесь! Телефон прямого эфира 5167-67. Звоните, пишите к нам на СИКЮ. Насколько можно быть активными в пожилом возрасте, поделитесь секретами активной зрелости, и, конечно, мы передадим ваши поздравления. Также сегодня работает открытая студия. На одной из улиц Сыктывкара находится мой коллега Северин Арпа. Северин, приветствуем тебя! Добрый день, студия! Добрый день, Катя! Марина Владимировна! Добрый день всем телезрителям телеканала Юрган! Действительно, в преддверии Дня пожилых людей наша открытая студия тоже работает, как и прежде, на пересечении Карла Маркса и красных партизан в Сыктывкаре на углу дома под номером 197. Поэтому, если вы хотите задать свой вопрос, подходите к нам или можете подойти также с поздравлением своих бабушек и дедушек, которые активно, надеюсь, проводят свой золотой возраст. Спасибо большое, Северин! Я думаю, мы скоро увидимся. Я думаю, поздравлений сегодня будет много. В честь этого мы и устраиваем сегодня эфир. Ну и, конечно, мы не можем не рассказать о тех мероприятиях, которые пройдут в городе Сыктывкаре в честь этого праздника. Да, у нас в городе традиционно проводится много мероприятий, посвященных Дню пожилого человека. Ну, кто-то называет это праздником, но чаще всего это называют День уважения и День доброты, потому что, ну, наши пожилые люди — это, можно сказать, что сокровищница, это хранители опыта, это хранители традиций, мудрости. И у нас во всех наших центрах, в отделениях дневного пребывания, в отделении социально-оздоровительном проводятся мероприятия, посвященные Международному Дню пожилых людей. Ну, во-первых, этот день, он, наверное, был обозначен для того, чтобы привлечь внимание общества, общественных организаций, правительства, органов власти к проблемам пожилых людей, которые есть. Ну, наверное, проблемы с их социальной активностью, здоровьем, их, в общем-то, ну, наверное, применение своих возможностей своих, ну, есть у нас активные пенсионеры, которые могут еще что-то делать, могут принести, в общем-то, пользу на благо нашего общества. Да, и поэтому у нас проводятся мероприятия как такие информационные, так и, можно назвать, культурно-массовые мероприятия, да. Ну, вот в России празднуется, насколько я знаю, этот день, ну, 20 лет в этом году, получается. В России, да, с 92-го года у нас празднуется Международный День пожилых людей в России. Ну, и, соответственно, у нас тоже... А республика присоединилась чуть попозже, наверняка, да? Ну, это буквально не очень большое время, потому что республика, она обычно присоединяется фактически, ну, в тот год, на следующий год к празднованию таких дат. А иногда даже и вперед, например, День отца, то есть они еще его официально не объявили, в республике уже попраздновалось, поэтому здесь мы, конечно, не отстаем. Перед тем, как про мероприятие рассказать, давайте примем звонок, уже у нас есть звонок с поздравлением. Здравствуйте. Алло, здравствуйте. Слушаем вас. Мне очень хочется поздравить от всей души своих родителей и всех знакомых почетного возраста с Международным Днем пожилых людей. От всего сердца я хочу пожелать им крепкого здоровья, душевного тепла, счастья, радости и внимания со стороны окружающих их людей. Пусть в вашей жизни будет больше радостных дней, а в ваших домах всегда тепло и уют. Живите долго в окружении любви и заботы. И хочется надеяться, что в этот день День внимания к пожилым людям. И в последующей жизни каждый человек преклонного возраста будет окружен любовью и заботой близких людей. Крепкого здоровья и благополучия на долгие годы. Спасибо большое за поздравление. Я думаю, до адресата дошло ваше поздравление. Мы тоже присоединяемся. У нас готова уже открытая студия. Тоже, возможно, присоединимся. Есть открытая студия. К сожалению, сбой. Продолжим про мероприятие. Я к поздравлению девушки, которая поздравляет своих родителей, бабушек, дедушек. У нас проводится традиционно 1 октября акция «Не забудь позвонить родителям». То есть понятно, что в такой век быстрых скоростей, быстро текучих событий часто бывает так, что молодые забывают, что родители всегда думают, ждут и волнуются, как там их дети. Поэтому вот такую акцию мы проводим регулярно. Это, наверное, связь поколений все-таки поддерживает. Кроме того, мы проводим мероприятия, так же, как и практически все отрасли для своих ветеранов, то есть для ветеранов социальной отрасли. Оно проводится сегодня у нас на Лесозаводской 15 в нашем отделении, в социально-оздоровительном отделении. Кроме того, у нас проведена вчера была прямая линия, где отвечали на вопросы и юрист отвечал, и специалисты по социальной работе на вопросы наших жителей отвечали по социальному служиванию пожилых людей. Тема была. Опять прерву, потому что у нас есть звонок. Давайте примем. Здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте. Слушаем вас. У меня такой коротенький вопросик. Скажите, пожалуйста, со скольки лет считает человек пожилым? Спасибо. Спасибо большое вам за вопрос. Ну, вообще, вот общество геронтологов, ну, то есть людей, которые занимаются людьми пожилого возраста, предложило такую классификацию, что после 50 лет делят как бы на 4, как бы сказать, возраста. Ну, во-первых, это зрелый возраст, это с 50 до 60 лет. Второй возраст пожилой, вот как зрительница спрашивает, да, пожилой. Это от 60 до 75 лет. После 75 лет, ну, как-то называют обидно, старческий возраст. Я, наверное, не совсем согласна с таким термином. Ну, и последняя, так сказать, градация, это 90 лет и старше, это долгожители. У нас, вот, в частности, в городе долгожителей где-то около 360 человек. Это из тех, кто получают у нас меры социальной поддержки. Ну, наверное, на самом деле их немножко больше. У нас открытая студия, готова, возможно, с поздравлением. Северин, слово тебе передаем. Еще раз, добрый день. Действительно, вот, рядом со мной Альбина Казимировна, работающая, активная пенсионерка. Но она хочет ничего не спрашивать, она хочет сказать приятные слова. Сейчас узнаем, кому. Хочу поздравить маму, сестру Ядвигу, зятя Юрия с праздником. Скажите, сколько лет маме? Маме 97-й год. Мамочка, милая моя, давай поправляйся, живи еще долго. Чтобы юбилей 100-летний мы все еще отметили. Спасибо вам большое. Я напоминаю, что мы продолжаем свою работу на пересечении улиц Карла Маркса и Красных партизан в Сыктывкаре. Подходите, и у вас тоже будет возможность поздравить своих родных людей. Катя? Спасибо большое, Северин. Замечательное поздравление. Мы тоже маме нашей телезрительнице желаем здоровья. На самом деле, даже до 100 лет не будет отметить его. Поздравлений много и на секью поступает. Хочу пожелать всем пожилым людям здоровья. Это от Софьи поздравления. И добрый день Кате и гости. Я от всей души хочу поздравить свою прекрасную бабушку Кедрину Нину Федоровну с наступающим праздником. Желаю ей крепкого здоровья и побольше улыбок. От внучки Жени поздравления мы передаем. Продолжим про мероприятие. Давайте продолжим про мероприятие. 3 октября у нас в консультативном отделении день открытых дверей, где будет консультировать всех, кто придет в этот день на Пермайскую 78, юрист и консультировать специалисты данного отделения по тем вопросам, которые зададут наши посетители. Ну и надо сказать, что у нас много мероприятий культурной направленности проводится. Вот я сказала, что у нас есть два отделения дневного пребывания. Это Нобелинского 7, это Красный Затон и Тентюковская 103, это Ворбите. И вот в лесозаводе это отделение, ну можно сказать, что это тоже дневное пребывание, социально-здоровительное отделение. Там будут проведены мероприятия, но названия, наверное, говорят сами за себя. Это, например, мероприятия «Как молоды мы были», у клуба долгожителей «Мои года, мои богатства». «Как молоды мы есть» надо назвать. Ну, наверное, «Как молоды мы есть». День не старяющий душой, праздник осени. В общем-то, мероприятия в каждом отделении, в каждом клубе. У нас при отделениях работают еще клубы, объединяющие людей по интересам. Соответственно, они тоже будут проводить свои мероприятия. Например, активисты Совета ветеранов, которые проживают на Армите, проводят конкурс «Супер бабушка». Вот по конкурсам и мероприятиям видно, что самое главное для пожилых людей в честь их праздника, да и не только в честь праздника, это, наверное, внимание, это на мой взгляд. А вот мы узнали у жителей города Сыктывкара, что, на их взгляд, является самым лучшим подарком. Ну, в том числе и на такой праздник. Давайте посмотрим. Какой подарок был бы самым лучшим всем дедушкам и бабушкам? Ну, цветы. А что еще? Ну, можно открытку какую-то поздравить. Еще небольшой подарок, там можно цепочку, браслет какой-нибудь. Чтобы внуки хорошо относились. Ну, и концерт какой-нибудь в городе устроить. Внимание, мне кажется, для близкого человека. Это самый лучший подарок. Сынки. Подарки. Прежде всего, внимание. Вот это самое главное. Внимание. Вот не случайно, когда сам Биалон принял это решение 20 лет назад. Потому что 20 век подарил человечеству уникальное явление, старение населения. Очень быстро идет. И поэтому вот этот день как бы, ну, сигаряется вообще. Что сделано для пожилых людей и что планируется. Поэтому сегодня, прежде всего, это внимание. Ну, практически все телезрители согласились, ну, с тем же самым мнением, что прежде всего это внимание. И давайте уделять это внимание нашим мамам, бабушкам, дедушкам, папам, всем, любым родственникам, соседям пожилого возраста. Им это так важно в любой день. Не только в этот праздник, но особенно в этот праздник. Есть еще одно. У нас на Украине раз в неделю проводят праздник для пожилых людей. Они танцуют там и вспоминают прошлое. Видите, каждый день, каждую неделю, точнее, проводят такие праздники. Открытая студия у нас готова. Вновь предоставим им слово. Северин. Да, Катя. Рядом со мной Валентина Петровна. Вот активно тоже проводит свое время. В походах по магазинам, шопингом занимается. Ну и вот заглянула к нам на огонек, так сказать, камерой. Валентина Петровна, вы тоже хотите поздравить кого-то? Да. Я хочу поздравить всех сектор-карцев, пожилых людей, с днем пожилых людей. Желаю всем крепкого здоровья, большой работы на дачах, чтобы все у вас росло, чтобы у вас все цвело и пахло. Всем здоровья и счастья. Спасибо вам большое. Катя. Спасибо большое, Северина. Очень приятные такие теплые слова. Мы тоже, конечно же, к ним присоединяемся. Есть у нас еще одно поздравление от внука Игоря. Хочу поздравить свою бабушку. Она прошла войну, видела то, чего не видели мы. Хочу пожелать ей сейчас столько радости и улыбки. Я надеюсь, бабушка слышит сейчас поздравление от внука Игоря. Мы тоже поздравляем, присоединяемся к поздравлениям. К мероприятиям вернемся. Я все вас прерываю. Ну это радостный. Ну вот, все-таки, внимание, наверное, для пожилого человека – это главное. Особенно для тех, у кого близкие далеко не живут рядом, да, кто одинокий человек. И вот у нас ко дню пожилого человека, ну в течение где-то какого-то периода времени до дня и после, в общем-то, идет работа с волонтерами, с нашими, с выходом к нашим обслуживаемых для проведения, например, генеральных уборок, мытья окон. То есть, оказание… Более масштабные работы, да? Да, какие-то услуги. Ну, они волонтерами оказываются безвозмездно, да? И здесь и как бы молодое поколение… Общается. Общается, да. Бывает так, что вот мы слышим отклики от пожилых и от самих студентов, что они узнали много нового, о чем даже не подозревали, когда общаются с пожилым человеком. Бывает так, что свои бабушки и дедушки где-то далеко у студентов, да? Вот и пообщавшись, они, в общем-то, говорят, что мы сразу вспомнили свой дом и как-то нам приятно. И вот особенно так активно участвуют студенты педагогического колледжа, политехнического техникума нашего в данной работе. Ну и, конечно, мы с учреждениями и образованиями тоже достаточно тесно связаны по вот такой вот шефской помощи. Ну, в Лисовете, например, школа 33-я очень активно участвует. Ну, я думаю, может и молодое поколение, кто-то, если сейчас увидели наш эфир, может быть, присоединятся и предложат свою помощь. Потому что, я думаю, много есть людей, которым нужна ваша помощь и ваше внимание. Одно предложение поступило на ICQ нашим. Здравствуйте, я предлагаю переименовать День пожилых людей в День золотых людей, а то пожилые как-то обидно звучит, а золотая пора – это хорошая часть жизни. Что думает гость насчет этого? Ну, я вообще-то не против этого. Это достаточно приятно, потому что я говорю, что да, вроде как, если человек поздравит Днем пожилых людей, некоторые себя пожилыми не считают. Ну, и вообще ведь человек считает себя, бывает, что и в 50 лет считает себя, что я уже так старый. А есть люди, которые в 80-90 лет считают себя молодыми, то есть они молоды душой. В общем, возраст человека определяется тем, насколько он себя чувствует. И поэтому, вообще-то, наверное, наша задача и задача наших служб в том числе – и предоставить вот такие услуги, когда человек может реализовать себя, почувствовать себя нужным. То есть поучаствовать в наших мероприятиях, в наших кружках, повеселиться. Кстати, следующий эфир в понедельник «Случай из практики» как раз-таки посвящен этой теме хронологическому, психологическому и физиологическому возрасту, как это разделяется, кто на сколько себя ощущает. Сейчас поздравления примем. Слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Я хотел бы поздравить тетю, труженика пыла, инвалида первой группы, с праздником, с Днём пожилого человека. Скоро ей исполнится 88 лет. Пожелайте крепкого здоровья и чтобы у нее удачно закончилось начатое ее дело. Спасибо большое. Тоже присоединяемся к поздравлению. Сейчас мы прервемся на небольшую рекламную паузу. Не переключайтесь.